153 человека, из них 11 детей с начала года погибли на воде. Лето позади, но цифры статистики продолжают расти. О рисках в это время года поговорим с руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Аликом Шуров-Удиновым. Еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, лето уже давно позади, но тем не менее цифры статистики не остановились, они продолжают идти вверх. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, ну понятное дело, что основная масса утонувших, она пришлась на лето. Вот сегодня какая основная причина? Сегодня основная причина – это гибель рыбаков на воде в период их рыбалки. То есть они выходят рыбачить, забывают элементарные меры безопасности, в том числе используют резиную лодку, которая сейчас, так скажем, крайне опасна, если сравнить, например, с маломерным судном, который есть там различные сфиксированные борта, которые не придыряют, да, просто элементарно. То здесь вот именно все риски связаны с рыбаками. Ну, еще хочу отметить, что максимальную осторожность нужно проявить детям. У нас в том году, в этот период, в период установления льда, тонкий лед, да, у нас сейчас впереди, дети гибли в радиусе 200 метров от своего же дома в ближайшей реке. То есть вот речка проходит рядом с домом, в радиусе 200 метров они погибали. Практически все смерти детей именно вот в таких случаях. Ужасно. Вот вы сказали, что тоже вот рыбаки, да, тонут. А кажется, реки не такие уж глубокие у нас в Башкирии, да, рыбаки умеют плавать. А почему это происходит? Потому что вода холодная в это время года, организм не выдерживает таких температур. Рыбаки не все умеют плавать. Реки глубокие, есть места. Даже взять тоже Павловское водохранилище, да, у нас там до 30 метров достигает глубина. И забывают о средствах спасения. То есть на них нет жилетов. Они выходят, пренебрегаясь своей же опять в первую очередь безопасностью, выходят на воду в состоянии алкогольного опьянения. А это мы понимаем, что, соответственно, любое передвижение на транспорте, это тоже является средством передвижения, да, только плавательным. Мы же не садимся за рулем, например, в состоянии алкогольного опьянения. Потому что понимаем, что это небезопасно, что мы можем врезаться и покалечить других. Здесь то же самое. Рыбаки выходят и не видят какое-то препятствие. Топляки у нас, ну, разные деревья там, да, бывают. Резина лодка легко переворачивается, если, например, мы наклонились на одну или другую сторону. Соответственно, человек, попадая в воду, теряет, так скажем, самообладание, да. А если он еще и нетрезвый, то это происходит в два раза быстрее. И времени на спасение остается очень мало. Очень мало, потому что, опять, как я уже сказала, то есть вода же холодная, да? Вода холодная. И в холодной воде сразу же не имеет тела или там... Сразу же не имеет, но, тем не менее, есть примерно 5-7 минут, когда вы можете предпринять меры по спасению. Дальше практически сделать это невозможно. Во-первых, у вас вся одежда промокает, а обычно рыбаки, ну, понимаем, дождь одевается, бушлаты теплые там, сапоги. Все-то тяжелое. Все тяжеленькое, еще какой-нибудь там с собой предмет, который тянет на дно, да, если вовремя рюкзак на пирамиде скинул, да. Соответственно, все это быстро промокает, остается максимальная тяжесть, и рыбак очень быстро уходит под воду. А потом уже спастись практически шансов минимальный, если нет средств спасения. Если был бы у него жилет, он бы всплыл, как рыбака, и спокойно находился на воде какое-то время. И у него была бы возможность, опять-таки, отплыть к берегу. Но, тем не менее, все вот эти случаи происходят, опять-таки, не рядом с берегом, потому что рыбка, которая хотят поймать рыбаки, которая покрупнее, она все-таки поглубже. Допустим, если рыбак все-таки смог выбраться из воды, да, несмотря на мясовую температуру, холод, мороз и свое состояние, а что ему делать дальше? Машина наверняка далеко находится. Ну, в первую очередь, надо постараться всю одежду, которая на тебе есть, выжить максимально, опять-таки, ее одеть. Понимаем, что это не очень эстетично, но, тем не менее, это сделать нужно для сохранения своей жизни и здоровья. Можно легко умереть и на берегу, потому что просто переохлаждение будет организма. Следующее, что нужно сделать, посмотреть, есть ли в округе какие-то ближайшие населенные пункты. Мы понимаем, что соцтелефон уже, наверное, давно промок или утонул, поэтому надо осмотреться, есть ли возможность до него добраться, да, физически. И если такой возможности нет, надо принять меры по спасению самого себя, потому что рыбаки чаще всего рыбачат не одни, а лучше делать, опять-таки, это не одному, потому что если вы уходите, помочь вам, в принципе, некому. Нужно заняться физической зарядкой обычной, чтобы немножко разогреть свой организм, потому что он сейчас переохладился, нужно немножко привести его в тонус, и потом уже у вас будет некоторая возможность, примерно от 40 до часа времени, чтобы дойти до населенного пункта. Вот как. Смотрите, а если, например, человек увидел тонущего, да, допустим, если пока мы не говорим про лед, это произошло вот пока вот в такой ситуации, как сегодня может быть, да, надо броситься к этому человеку, несмотря на то, что, то есть, он весь одет, он тяжелый, попытаться его спасти или как, просто смотреть и наблюдать? Ну, просто смотреть и быть наблюдателем, это, так скажем, вторичное дело, потому что если это ребенок, навряд ли вы будете останетесь в стороне. Ну, вот если мы про рыбаков, например. Да, если про рыбаков, то надо, в первую очередь, дать себе возможность просто оттенить обстановку, не надо лезть там с головой в прорубь, нырять и быстрее его спасать, скорее всего, вместе утонете. Надо дать себе возможность просто подумать, что можно предпринять, чтобы человека спасти. Смотрим поблизости какие-то окружающие предметы. Если у вас есть средства спасения, например, колец Александрова, мы его кидаем успешно, рыбак за него берется, и вы его потихонечку вытягиваете. Возможно, какой-то круг есть в спасении. Либо тот же самый жилет, который остался в лодке, но его можно докинуть, и опять-таки человек может оставаться на плаву. Если этого всего нет, то смотрим какие-то палки, возможно, какие-то бутылки, за которые человек может просто какое-то время задержаться. После чего притепляем меры по спасению. Снимаем с себя верхнюю одежду, но не полностью, понимаем, да? И идем помогать. Если вы физически к этому не готовы, плавать не умеете, например, то делать это не нужно. Вызывайте обязательно сразу спасателей, скорую, чтобы человеку максимально быстро оказали помощь. Какое-то время на спасение все-таки есть. И тем не менее, вот что бы мы сейчас ни говорили, все всегда понятнее на примерах. Если мы видим, какое-то ЧП где-то произошло, наверняка после этого обращаем уже внимание на подобные ситуации и меняем отношения ко всему. Может быть, какие-то необычные, интересные случаи? Вспомните, я сейчас сказала интересные, да? Нет, на самом деле трагичные, но в плане они как-то выделяются из общей картины. Да, на самом деле случаев достаточно много. Вот у нас сейчас, да, рыбаки у нас в Татарстане, например, тоже сейчас проходят поиски их. Во-первых, они пропали с четвертого числа. Поиски ведутся в главном правиле ЧАС России по республике Татарстан. Привлечены волонтеры, привлечены добровольцы, сотрудники полиции, ну и так далее. Найти их пока не можем. Во-первых, лодка находится в настоящий момент далеко от того места, предположительно, где рыбаки могли попасть в воду. Как это понятно? Это стало понятно, потому что исследовали саму лодку и обнаружили, что в двигателе, в моторе, да, закончился топливо. Значит, лодка была без людей. Соответственно, рыбаки остались где-то там. Акватория очень большая, поэтому поиски расширились, и найти их не так просто. Работают и водолазные группы, и так далее. Сапоги уже нашли, да, но, тем не менее, пока ситуация находится на контроле. И вот есть моменты, которые осложняют сам процесс поиска. Это не просто сейчас запросили халоты, чтобы людей могли найти, потому что глубина достаточно большая. И, например, с того же самого квадрокоптера, либо визуально, ну, пребоматично найти. Не так просто. Ужас какой. А вообще, как показывает опыт? Большинство с жилетами выходит и рыбачит, или меньшинство? Ну, скажу честно, что это меньшинство. Потому что, ну, халатно относятся к своей безопасности, к своей жизни. Думают, что я, там, рыбачил 30 лет, там, а то и побольше, да, некоторые. И со мной это никогда не случится. Вот, опять-таки, все, кто утонул, они все так и думали, что со мной это никогда не случится. Вот, так скажем, сейчас проходит операция «Тонкий лед», да, в ходе рейда мы людям объясняем, рассказываем, что есть такие случаи, нужно поберечь себя, и, в первую очередь, там, и предупредить близких, знакомых о том, что, ну, я вышел куда-то хотя бы, да, элементарные правила безопасности. Но люди говорят, да я уже сто лет это делаю, все нормально, не переживайте. Тем не менее, опять-таки, тонут именно те, кто так и в этом сильно уверен. В основном это происходит в реках или в водоемах? В реках, наверное. В реках тонут быстрее, потому что в течение их подносят. А если это тонкий лед уже есть, то если вас поднесло под кромку, выбраться практически минимальные шансы. То есть здесь действует обратный принцип. Нужно, вот если, например, провалились, да, то нужно максимально расставить руки и кричать о помощи максимально, да, стараться. Ну, опять-таки, если мы будем плыть по течению, то наша тулочь, там, тело, да, скажем, засосет под лед, и мы не выберемся. Тут здесь надо плыть против течения. Как бы это ни, ну, неправильно звучало, тем не менее, нужно плыть по течению, чтобы вас просто не поднесло под лед. Очень важно сейчас обратить внимание на безопасность детей. Дети находятся все-таки компаниями, да, гуляют, вроде там водичка, ничего такого страшного, но тем не менее, и даже вот ваш коллега не так давно говорил, да, о том, что у нас дети тонут в воде, проваливаются, не могут выбраться, потому что просто не хватает физических сил. Здесь надо родителям максимально объяснить, что это небезопасно, что выходить к воде, в принципе, не нужно без родителей. Дети должны быть под присмотром всегда. Да, это верно. А если, например, рыбак, да, вот уже планирует выйти на лед, как ему понять, можно это делать или нет? Понятно дело, что толщина льда должна быть конкретной, но как он это измерит? То есть ему сразу лунку проделать? Ну, смотри, если мы выходим на лед, то у каждого рыбака есть специальный бур, да, устройство, чтобы там претворить дырочку. Но если такого нет, то можно попробовать какую-нибудь взять палку, да, проверить, там, насколько крепкий лед перед собой хотя бы, да. Ну, и опять-таки, есть у нас сюда рука, там, да, примерно 15-16 сантиметров, где можно измерить вот до изгиба пальца, да, большого. И безопасная толщина, считайте, для одного человека, это примерно 10 сантиметров. То есть если лед тоньше, то выходить на него не нужно, потому что есть вероятность большая, что вы провалитесь. Например, если вы находитесь на берегу, лед 10 сантиметров, то чуть подальше пройдя, там, где есть течение, он все равно снизу подмывается, соответственно, он там тоньше и, ну, очень большая вероятность провалится. Опять-таки, выходя на лед, например, мы идем с вами вдвоем на лед, да, то нам надо держаться друг от друга подальше. Почему? Потому что мы создаем определенное давление на одну площадь, поверхность, да, соответственно, мы можем провалиться. Поэтому расстояние друг от друга тоже нужно удерживать, даже когда мы уже сидим, метров пять хотя бы. Вот эти меры, так скажем, соблюдаем, и все будет хорошо. Спасибо вам большое. То, что вы сейчас проговорили, должен знать абсолютно каждый. С абсолютно каждым человеком может произойти трагедия, к сожалению. Никто ни от чего не застрахован. Спасибо вам большое. Напомню, что гостем нашей студии был руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Олег Шарафудинов. Оставайтесь на телеканале Сяуфа. Оставайтесь на телеканале Сяуфа.